Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня будет закупка продуктов из магазина Лента. Ездила я туда сама. Много что, естественно, закончилось у меня на новогодних праздниках. Можно сказать, вообще запасы все мои позакончились. Но получилось, кстати, не так много, как я думала. Всего лишь на 13 тысяч. Обычно я на 15 где-то закупаю. Для кого-то это много, для кого-то это мало. Я вот закупаю для своей семьи все то, что необходимо. Так, чек, как всегда, будет в конце видео. Давайте покажу закупку. Так, вот такая закупка у меня получилась. Еще здесь бытовая химия. Картошка 5 килограмм взяла, не стала набираясь, потому что она вся там какая-то не очень видна, как подмороженная. У нас морозы. Ну, как относительно? Минус 10, да? Так, бытовая химия. Много чего у меня закончилось. Туалетную бумагу взяла. Это как обычно. Салфетки. Кстати, мне нравятся вот эти салфетки. Прикольно. Всегда их беру. И здесь у меня еще влажные, господи, бумажные полотенца. Лентовские тоже мне не нравятся. Они плотные. Рулон большой, надолго хватает. Также взяла ватные диски. Там три со скидкой было. Так буду складывать. Вот. И ватные палочки. Одну маленькую упаковку мне, в принципе, хватает. Дальше. Колгейт зубную пасту. Зубные щетки моим мужчинам. Вот такую упаковку из трех штук как раз. Вот. И... Ой, поменять все упало. Ладно. Дезодорант мужу. И, смотрите, набрала. Ну, взяла на самом деле попробовать. Вот это очень вкусно пахнет. Реально пахнет. Вот манго. Настоящий манго пахнет. Очень вкусно. Орхидеи, конечно, тут не чувствуется. А манго прям чувствуется. По-моему, Россия. Производство. В общем, не поняла я что-то. Вот. Ну, ладно. Очень вкусно пахнет. Вроде бы гель для душа такой густой. В общем, взяла попробовать. Также дуру. Это же турецкая. Ну, я тут прочитала, что это турецкая. Взяла тоже попробовать. Ну, такой приятный и ненавязчивый аромат. И вот такой еще шампунь. Меня муж любит Хедлшунерс. Я решила, думаю, может быть, от Либридерм. Может быть, он такой попробует. Может, ему понравится райский кокос. Почему нет? Увлажняет еще кожу, головы, волосы без утяжеления. Ну, в общем, попробует. Вот. Может быть, и я тоже попробую. Вот. Так. И, как всегда. Вот это, как всегда. Еще в прошлые разы все хотела взять, попробовать своим котам вот такие родные корма. Смотрите. Кусочки в соусе по-липецки. По-моему, по одному пакетику взяла. Дальше. Кусочки в соусе по-крымски. И кусочки в соусе по-ленинградски. Но вот это им должно понравиться, я думаю. Ну, и вот такие вот обычные еще. Они были на акции. Вот это я, по-моему, по одному пакетику взяла. Такие и собакам, и котам. Это, как обычно, это у меня всегда, всегда я покупаю, всегда должно быть. Так. Ну, и давайте начнем отсюда. Яйца. Взяла в этот раз отборные. Муж вообще мне говорит, что это все ерунда по поводу молодых курочек. Он сказал, бери отборные, потому что они большие. Потому что взял два яйца, сделал себе яичницу и все, как бы. Вот. Так что, да. Он у меня вообще всегда за отборные яйца выступает. Так. Дальше взяла печень. Сейчас хочу пожарить. Печень куриная. Я просто ее обваливаю мукой и обжариваю. Все. Больше ничего не делаю. Ну, или сметанкой заливаю. Как-то так. Желудки. Это я взяла собака. Дальше взяла домашний фарш. Здесь у меня где-то полтора килограмма. И вот такой кусочек окорок свиной без кости. Ну, он на самом деле неплохой. Мне его так замотали. Такой прям мясной кусочек, я бы сказала. Дальше. Ну, это немножко побаловаться их мужчин. Чебупели вот такие горячие штучки. И еще вот такие жаренки, да, правильно так сказать. Пицца с томатным соусом. Сливушки. Вот, кстати, за праздники у меня все мои запасы сосисок из морозилки и ушли. Вот, так что супер. Снова были на акции. Когда они на акции, я беру их обязательно. Бекон. Мужу тоже как раз к яичнице. И папирони вот эти. У меня тоже, кстати, они закончились в морозилке. Поэтому, да. Единственное, что прикольнее, выгоднее покупать не 500 грамм, а килограммовую упаковку. Но килограммовой там не было. Дальше. Колбасу-вязанку. Вот это вот очень вкусный сыр. Вот я не люблю копченый, плавленый копченый сыр. Но вот этот прям с удовольствием. С пряными травами. Очень нам нравится. Вообще вот этой марки очень вкусный сыр. Прям советую. Видите, рекомендую. Также два кусочка сыра. Обычный российский. Я уже говорила, использован на запеканочке. А вот этот гауда мы будем кушать уже. Так, молочка. Увидела новый вкус. Киви, мангостин какой-то. Можетель. Но меня любят мои мужчины вот такое. Дальше взяла йогурт и разные вот такие маленькие активия. Также взяла вот такой снежок. Сливки. У меня 20-процентные. Я беру сливки, какие на акции есть. Вот на акции были 20-процентные. Взяла кефир. Вот что-то мне захотелось. Кефир. И не факт, что я его выпью. Но подумала, что если я его не выпью, я сделаю каким-то оладушкой. Правильно? Дальше здесь вот такие десерты. Тоже меня любят мужчины мои. И еще взяла, смотрите, первый раз такое увидела. Ряженка с персиком. Должно быть, наверное, очень вкусно. Вот. Вообще я, кстати, из молочки люблю вот снежок и ряженку. Ацидобофелин еще сладкий очень люблю. А это вот такой йогурт тоже. Малина. Вообще свежая завтра. Вот это, кстати, у них тоже вкусные йогурты. Сметана 10% и две упаковки масла. Взяла. Тоже у меня масло закончилось. Я храню масло в морозилке. И потом достаю на печенье, например, какое-то. На какой-то, ну, в общем, десерт и выпечку, что-то такое. Отлично. Тесто дрожжевое, вот это лентовское. Оно мне, кстати, нравится. Дрожжевое. И у меня упаковка вот такая без дрожжевого. Быстренько булочку какую-нибудь закрутил, в духовку бросил. Супер. Так, дальше здесь соки взяла. Мультифруктовый, яблочный. Вот такой еще в машине попила. У меня мальчишки тоже попили. Очень, кстати, вкусно. Это производство Ставропольский край. Вообще очень вкусная штука. Она в меру газированная, не сильно газированная. И такой, ну, не совсем гранат, скорее больше ягодный какой-то вкус. Это я детям в школу с собой, так как в школу уже начали ходить. И мне очень понравилась вот эта хлебная смесь. Вот марки Хлеббург. Вот этот Бородинский хлеб очень понравился. Прям вообще. С пряностями, изюмом, рожаным солодом. Просто идеально. Взяла. Были они на акции по 70 с чем-то рублей. Я взяла 5 штук Бородинского и 2 Кубанского. Вот только два вида от этой марки в ленте. Ну, я знаю, что можно еще на Вальберес заказать и не только. Также взяла тостовый хлебушек. Взяла вот такие мини-лавашики. Мини-лепешечки, да, что-нибудь накрутить. И моя любимая лепешка из тандыра. Обожаю ее. 54-49. Просто мне мужчина, который их делает, дал прямо из печки. Они прямо были горяченные. Очень. У меня их было две. Одну мы уже съели. Да, это обожаю. Так, здесь еще тоже в школу на всякие перекусы. Вот такие штучки взяла. Манго, маракуйя и шоколадные. Вот такие. И еще вот такие, кстати, вот эти сырные. Очень вкусные. Они как крекеры по вкусу такие прикольные. Тоже детям на перекус. Ну, это я просто домой взяла. Кстати, они очень вкусные. Это медовик. Это получается шоколадный. А это обычный классический. Нам очень нравится. Здесь как раз 4 кусочка. Прям супер. Ну, немножко побаловать детей. Желательно мармеладки. Большая упаковка. Был на акции, поэтому взяла. И фрукты, овощи у меня. Груши, конференц. И вот эти вот форель, которые мне очень нравятся. Или по-другому нужно произносить. Не знаю. Они в этот раз вот такие желтые лежали. Прям очень ароматные. Мне нравится вот эта груша. Бананы. Веточку взяла. Дальше здесь клементины. Вот такие. Яблоки. Галла, дарк, барон какие-то. Первый раз таки увидела такое название. Но выглядят они очень аппетитно. Также впервые увидела виноград кишмиш черный. Он же должен быть, наверное, без косточек. В общем, я взяла немножечко маленькую веточку здесь. И также маленькую веточку. Вот этот виноград тайфи. Он очень сладкий. Очень вкусный виноград. Единственное, что он долго не хранится, быстро портится. Также у меня здесь два лимончика и овощи. Взяла морковку. Морковка, кстати, очень хорошая. Смотрите, какая эконом. Дальше три свекляны. Хочу сделать этот винегрет. Вот. Вот эту китайско-пекинскую капусту. Типа они должны быть разные. Но видите, как в ленте указывают. Капуста китайская, пекинская. Хотя они должны быть разные. Мне писали в комментариях. Лук вот этот вот красный. Обожаю его. Не знаю. Он, кстати, очень такой делает красивый, красочный салат. Поэтому я его часто в последнее время стала брать. Огурцы гладкие. Но огурцы сейчас тоже там плохие. Не очень хорошие. И стоимость, да. Но там, по-моему, скидка на них была. И взяла помидоры. Слушайте, я в прошлый раз брала помидоры обычные, которые по 100 там с чем-то рублей. Но они вообще ни вкуса, ни запаха, ничего. Взяла вот такие розовые. Азербайджан. Мне как-то писали, что азербайджанские помидоры очень вкусные. В общем, взяла. Цена, конечно, на них. Да-да. Но что делать. Вот. И два перчика себе взяла. У меня дети не любят перец. Муж тоже. Ну, просто так есть. А я его просто нарезаю соломочкой и грызу. Две штучки красного. Вот. Вот такая вот у меня получилась закупка. Да, я забыла вам показать. Вот. Проверяющицы мои все проверили. Устали, умаялись и легли. Сейчас у нас холодно. На улице минус 10. Хотя обещают потепление. Поэтому они у меня дома. Тут у нас теплый пол. В общем, они у нас отогреваются. Вот. В общем, вот такая вот у меня получилась закупка. Ну, и давайте покажу вам чек. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok